Я необычный путешественник, даже странный. Пока все вокруг разглядывают архитектуру и пробуют местную еду, я пытаюсь расслышать то место, где оказался. Ведь звуки всюду! Каждый город гремит, шумит и трезвонит по-разному. Отправляемся в акустическое приключение. Теперь вы не только увидите, но и услышите всё вокруг. В каждом акустическом странстве у меня три задачи. Записать самые интересные звуки, собрать их в одну мелодию и, главное, выучить самую известную местную песню и с помощью неё заработать на что-нибудь вкусненькое. Эксперимент и ничего больше. Звуки всюду, друзья, добрались до республики просто со сказочным названием. И название столицы тоже вот такое. Единственный город в России, который начинается на букву И, краткое. Вот сейчас коптер отлетит, вы посмотрите и скажете, «Это что? Это что вообще в России? Это где?» Хороший вопрос, но лучше, где тут звуки? Меня зовут Руслан Фаршатов, это город Йошкарала, республика Морел. Ох, акустическое приключение начинается! Мари-Эл. Это здесь люди делят друг друга на луговых и горных жителей. Это здесь живут, наверное, последние в мире настоящие язычники. Это здесь центр столицы, так похож на Венецию, Москву и Брюгге одновременно. Сегодня я буду слушать московские куранты по-марийски. Наконец, лично познакомлюсь с Ёшкиным котом. Я с тобой поделюсь непременно. Увижу почти живые скульптуры. Сыграю партию народной игры. Я-а-а! Попробую то, что здесь едят вместо пельменей. О-о-о! И услышу сразу столько народных инструментов, сколько давно уже не видел. Такие дела не ждут. Ничего не напоминает. Звучит, как будто Москва переехала в Ёшкаралу. На самом деле, это куранты на Благовещенской башне. И это не единственная архитектурная копия в центре города. Марийская столица за 430 лет сменила кучу названий. Царево-какшайск, Краснокакшайск, Царя-ла, Чар-ла. Ну, а теперь сами знаете. А вот название республики происходит от слов «Мари» — это на местном «мужчина» — и «Л». Это значит «страна». Страна мужчин? Короче. Здесь, в Ёшкарале, на скамейке расселся бронзовый Ёшкин Кот. Ещё очередь нужно простоять? Давай, давай. Тут, знаете ли. Я готова? А вы женщина тоже жив, да? А, мы уже всё. В очереди или вы уже? Нет, всё, вы за мной. А, всё, по-моему. А, у меня есть. Ну, привет, дружище, Ёшкин Кот. Значит, тут понятно, где нужно стереть, да? И где натерто, там и трем. Лапа, нос и в ухо нужно желание нашептать. Значит, дружище, самое главное, чтобы нас с помощью Марийской песни, ну, ты помнишь, да? Вот это «Ёш-е-рыш-е-рыш-е-рыш». Всё получилось, получилось заработать. Окей, если получится, я с тобой поделюсь непременно. Принесу тебе сюда колбаску. Ну, давай, пять. Ох, ё. Вот это пятюня. Следующий, да, пожалуйста. Как это бывает с памятниками, кот вместо шерсти оброс легендами, а у него появилась пара Ёшкина Кошка. Ну, о ней, как о личности, ничего не известно. То ли дело, Иван Кырла. Этот киноактер здесь просто культурный флагман. Иван здесь в образе своей главной роли в кино. Мустафы из фильма «Путёвка в жизнь» 1931 года. Между прочим, первое советское кино со звуком. А едет он на дрезине. Видите? Ручной и железнодорожной тележки. Такой раритет не сразу узнаешь. Зато довольно узнаваемо смотрится здание художественной галереи, которое подозрительно напоминает одну именитую локацию в Венеции. О, как мы лихо перемещаемся по Йошкароле. Йошкаролинцы, они сказали, ай, надоело вот все эти серые здания. Не хотим, хотим красиво. Хотим свой дворец дождей. Понимаете? И построили. Круто! Здесь на площади каждый час происходит маленькое музыкальное представление. Сейчас мы запишем, а вы посмотрите, послушайте. На крыше художественной галереи ослик везет икону. А в этом замке тоже ослик, но везет Христа в Иерусалим. И это единственная в России динамическая скульптура, которая предстает перед глазами публики раз в три часа. Со звуком. И все же хочется найти национальные, самобытные, именно марийские звуки. Понимаете? И что-то мне подсказывает, что искать осталось недолго. Вот о том, что марийский народ очень музыкальный, говорят о памятниках. Смотрите, парень с барабаном. Значит, мужчина с волынкой, да? Волынка же это. И дедушка. С гуслями. Вот как называются правильно по-марийски эти музыкальные инструменты, как они звучат, нам еще предстоит узнать, друзья. Ну, собственно, за этим мы и приехали. Пока что у меня только гитара, и как раз пора готовиться к музыкальному эксперименту. Тщательно разучивать самую известную марийскую песню из всех, что удалось найти. Где плохо? Немножко вот эти вот звуки. Юр? Юр, например. Немножко и... Не поддельные эмоции просто, не поддельные эмоции. Не перестаем напоминать, что одна из главных задач в нашем проекте это заработать на ужин с помощью местной известной песни. Но надо понимать, на что зарабатываешь. Понимаете, ребята, это же все связано. Как бы, когда хочется кушать, поешь совершенно по-другому. О том, что здесь настоящая национальная кухня, говорят, вот такие подносы, смотрите. Здесь цены, чтобы вы понимали, от 55 рублей до 150. Просто подскажите, национальное вот такое, чтобы недорого, и чтобы на всю катушку, понимаете? На русской кухне у нас вот суп в кепе, она первая. На вторую у нас есть вот подкоголь с мясом. Подкоголь с мясом, внимание. Отварные, со сметанкой подаем. Подкоголь, это же вот... Сколько штук надо-то? Поштучно. Ну, поштучно. А мне сколько вот? Поглядите на меня. Можно три-четыре штучки поесть. Сокта, кровяная колбаса есть на любителя. Ну и еще что-нибудь давайте. Какой-нибудь вариант? Коман-мелна. Коман-мелна в ассортименте. Есть картошечка, есть творог, есть пшеничная группа, овсянная. Еще скажите, в печи готовите? В печи готовится. Подаем со сметанкой, маслом, со сгущенкой. На любой вкус. С вареньем. Вкусно? С павелом. Очень вкусно. Сытно. Я к вам вернусь только в том случае, если сегодня смогу заработать на ужин с помощью местной известной песни марийской. Ой, мол, антоюлда, шатанча лумбакем Мой живет нырыным, нырыным, юрведашь. На какое блюдо, по вашему счету? Покупались мясо, запеченное под сыром, под пикатым соусом. Понятно, на что тянет песня марийская в моем исполнении. Уже хорошо, спасибо. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Эти певучие, плавучие красавцы ходят по воде от города Казмодемьянска до левого берега Волги и обратно. По легенде, город здесь задумал еще Иван Грозный. Якобы он ночевал тут проездом в день именин Казмы и Демьянов. Наутро царь понял, в каком прекрасном месте побывал и распорядился построить здесь город имени этих двух святых. Пусть, мол, все ездят и смотрят, какая красота. Вот и я тоже приехал за национальными марийскими красками в этническую деревню. Смотрите, как самобытно. А вы мне подсказывайте, пожалуйста, вы-то каждый день играете, а я первый раз. Игра называется тын. Правую руку берем перед собой, тын. Не держим. Левую руку убираем за спину. По моей команде, хоп, мы двигаемся в правую сторону и вы ловите правой рукой тын соседа. Так это же просто. Сейчас посмотрим. Хоп! Мне нравится. Хоп! 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 Класс! Подождите, стойте. Опа! Выбываем из игры. Далее. Хоп! Хоп! Я-а-а! Нет-нет-нет, пожалуйста, еще раз. Дайте мне один шанс. Хоп! Хоп! Остается у нас победителей. Поздравляю! Пожмем руку Александру. Сколько вы Александра разыграли больше? Вот столько. Ну, все понятно. Еще что-то делать. Это была только разминка. Дальше меня дружно убедили в том, что вся красота марийская в языке. Чтобы долго не объяснять, в чем суть, мне показали, как должен выглядеть местный обряд рождения ребенка. Все начинается с громогласного оповещения, что, мол, свершилось, родился. Вот, послушайте. Затем новому человеку обеспечивают безопасность оберегами. Что надо еще мужику? Нож, уголь и деньги. Дают ему имя первого встречного прохожего. Танцуют вокруг колыбели. Отмечают в кругу семьи и друзей. Раздают подарки. И под конец убаюкивают младенца марийской колыбельной песни. Вот после этого трудно было удержаться и не похвастаться, что я тоже выучил местную песню. Да, тут главное, чтобы горно-марийский получился, а не луговой. Марийский. Слова, которые вы сейчас употребили, это лугомарийский. Вы поете на луговом, а на горном? Марийский луговой забыли, поехали на горном. Или на луговом только. Нет, на горном, давайте на горном. Поехали. И у тебя солдатик, солдатик остается, видишь? Не надо оставлять солдатиков. Косить солдатиков надо? Да, нельзя оставлять. Это вы так называете травиночки, да, которые торчат? Да, которые остаются, это солдатики. Вы больно не ругайтесь. Я же только начинаю. Подожди, подожди, ты неправильно держишь вот так вот. Вот, вот. Нет солдатиков? Нет, о, молодец. Чтобы чему-то научиться, это сначала нужно научиться делать очень медленно. Надо талии крутить вот так вот, вот. Фитнес на природе. Это чертополох. Это дома держат, чтобы с глаз, со с глазу, чтобы в доме мир был, покой. Еще зачем? От злых духов. От злых духов. До этого вы сказали, что это, чтобы мужики налево не ходили. Так подшутили. Подшутили? Да, чтобы налево не ходили. И чтобы мужики тоже чужие не могли заходить. Опаньки. Подождите, куда ходить-то мужикам налево-то? Не расходишься? Так в соседней деревне же есть. Район-то большой же. Россия большая. И еще прям... К соседам можно. К дорогу. То есть бывает? Бывает. Бывает. Это жизнь. Это жизнь. И что вы с ним делаете? Ничего не делаем, прощаем. Мужиков-то мало, что. Серьезно? Конечно. А я думал, косите. Работать-то кто будет? Теперь-то еще надо собирать. И только косить. Ворошить надо. Потом это... Так а где мужики-то? Я не понимаю, они чем занимаются-то? Они где вообще? Чем они занимаются? У меня сегодня муж, например, стадо косит. Ой, стадо пасет. Стадо пасет? Да. А у вас чем занимается мужик? Что делать? Так, что полит. Вот прямо сейчас чем он занимается? Дома сорняк чистит. Сорняк. Вы, значит, траву косите, а он сорняк чистит. Так у вас? А у меня вот мужа нет. А пока нету. Нету. Приходите еще со мной? Понимаете, о чем я подумал? Я же... Мы поняли. Сразу считываете. А у вас? У меня сено убирает дома. Сено. Серьезный мужик? Да. Не шутят, наверное? Нет? А так... И налево не ходят. И налево не ходят. Едем дальше. Да. Хотела рассказать про самое удивительное в марийской культуре. Традиционная религия, которую почти все ученые признают неоязыческой. Марицы считали и считают до сих пор, что всем в мире управляют силы природы. Огонь, туман, ветер, солнце и луна. Вот что нужно действительно почитать в марийской традиции. Все эти силы сконцентрированы в рощах. Так что все обряды и чудеса происходят именно там. Вообще, священные рощи – это часть жизни всех коренных марийцев. И вот в Маркинском районе, где мы сейчас находимся, их больше 50. Представляете? Да, люди приходят туда, совершают обряды, просят счастья, здоровья, урожая. И вот никогда не догадаешься, если ты просто путешественник, просто турист, где в данный момент, в какой части этой рощи проходит обряд. Только местные знают. Из священных рощ возвращаюсь в Йошкар-Алу. Доучивайте, репетировать и вообще разбираться с тонкостями марийского языка, то есть языков. Их же два, получается. Горный и луговой. Горы и луга легко запомнить. Смотрите, марийский язык, он из финно-угорской группы. Ну, то есть, понимаете, да, солидная такая там команда. И венгерский, и карельский, и финский. Но при этом привет на марийском. А будет салам. Странно, не странно. Да не странно, конечно, потому что соседи татары, башкиры и чуваш. А еще я выучил слово спасибо. Тау. И давайте вместе. Айда перле. Вот, сейчас проверим. Айда перле, споем? Давай. Давай. Тау. Давай, кугули. Кугули, а это что? Кугули, будь большой. Тазали, будь здоров. Ааа, спасибо. Давай, доброго. Получилось. Имбакем. Имбакем. На этот раз я буду петь и зарабатывать на блюда из марийской поваренной книги. Там было много названий, я запомнил только подкоголь. Сам пока не понял, что это, но по слухам местный вариант пирожка с мясом или жареного пельменя. В общем, сейчас разберусь. Я на кухне. Ну, в смысле, чтобы выяснить все в деталях и в звуках. Знакомьтесь, Иван, шеф-повар. Знакомьтесь, Ирина. Ирина не говорит мне вообще, в какой она должности. Говорит, я подкоголь леплю, вот такая должность у меня. Поехали. В каждой кухне народов мира есть что-то похожее на пельмени. На вареники. На вареники, да. Внешне он тоже похож, но это принципиально другое блюдо. Когда их изготавливают, говорят, плести подкоголь, то есть плетется косичка. Это особая форма вязи такой, но мы увидим, как это будет сделано. И одно из самых главных отличий – это способ приготовления. Мы их выпекаем в печи. Традиционная начинка у подкоголей из мяса бобра, барсука и зайца. Но это шутка. Это не шутка, это действительно так. Перед нами одно из самых древних прототипов блендера и мясорубки. Да ладно. Ну это тяпка с корытом, которая досталась от бабушки по наследству ей на самом деле более ста лет. То есть сейчас, внимание, Иван хочет сказать, что мясорубки нет. Мясорубки нет. А мясорубка плоха тем, ну вы же обращали, наверное, внимание, когда крутишь, там выдавливается сок. А наша задача – сделать фарш сочным. У меня тоже своя задача – сделать трек сочным. А для этого мне нужен звук сочный. Сейчас нам его повар состряпает. Поехали. Хочешь попробовать? На самом деле хорошо рубится. У тебя санитарная книжка есть? Теперь немножечко растянем и положим начиночку. Давай вместе. Да, да. Так, это мне. Это вот я должен вот этот вот кусок, вот эту вот струк я должен завернуть и залепляем. Так, не торопитесь, пожалуйста. Теперь самое интересное – это косичка. Пока ерунда получается у меня, Ирина. Да прям. Испытательный срок у вас – 5000 под кубик. Есть щипковый инструмент, а есть щипковые блюда. Вот только подумал, что начало получаться, как все сразу. Мы отправляем в печь наши подкоголи. Коголи. До конца. Все, ничего страшного. Нет, уголек прямо на него упал. Ну вытаскивай, быстрей, быстрей. Оп-па. Все. А второй? Скорая угольная помощь. Нет, не так. Туда. Туда. Вот что значит. Так, смешного мало, это тоже не войдет в программу. Не пельмени, даже не жареные пельмени, не вареники подкоголи. Язык, говорят, до Киева доведет, а интернет до самой классной фолк-группы в Ёж-короле. Реально, ребята, профессионалы, этнические инструменты и придумали просто бомбическое место для нашего вечернего концерта. Сейчас все, покажу, расскажу, познакомлю, идем. Так, ребята, во-первых, блин, я даже не знаю, с чего начать. Во-первых, инструменты хочется разобрать, чтобы рассказать. Ну давай, давай. А ты валынку... Подожди, это тот самый инструмент, который на памятнике трем музыкантам. Да, это именно тот инструмент, и он изготовлен Иваном. Это его коза Машка здесь натянута. В смысле, Иван сам сделал? Да. Ну да, сделал. Как называется? Тюмор. 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 Из козы Машки это только начало. Я сейчас на этой площади звуков наберу полной карманы, чтобы потом выгрузить их в полноценный трек. Начнем с ударной сессии. Это чья шкура? Это не шкура, это пузырь. Мочевой пузырь? Мочевой пузырь. Пузырь коровы. Коровы. Волынка же или как это по-другому называется? Шивор. Шивор. И шивор тоже, друзья. Если вы помните, на памятнике трём музыканта тоже он есть. Чего еще, ребят? Значит, раз, два. Давайте, что? Это кто у нас? Это Шун Шишпак. Как? Шун Шишпак. Шун Шишпак. Глиня на свисток. Девчонка у нас молчит. Девчонка-то ждет. Девчонка, ты что-то задумала? Как называется инструмент? Идерпущ. Идерпущ? Девичья труба. Стоп, этот звук я себе позволю придержать на второй день нашего акустического приключения. Ибо девичья труба, это вам не просто так. Это целый обряд. Тут история целая, понимаете? Поэтому позже, господа. Позже. Яко... Яковаш. 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 Посмотрите, как... Очень интересная история этого инструмента. Раньше считалось, что название означает «скрипка дьявола». Почему? Я думаю, из-за звучания. Давайте послушаем скрипку дьявола. Слушай, ну не скажу, что в этом звуке есть что-то дьявольское, но языческое точно. Вот прям чувствуешь. А-а-а, так вот как надо на нем играть, скажи. С инструментом разобрались. Давайте репетировать. А то уже дело к вечеру. Прохладник остановится. С чем мы начинаем вообще? С проигрыша? С проигрыша, да. Кто поет? Твиж поет. Нет, я один куплет только знаю. А люди помогут, может? Нет, ну, Ван, ты выучил второй куплет? Я второй буду. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Отлично, но подождите, стойте. Что это произошло сейчас во время песни? Что ты достал там из кармана? Я и такого количества инструментов еще ни в одной республике не видел, ребята. Это тоже марийский национальный инструмент. Называется кумыш. Ну, в переводе береста обычная. Ты сейчас на бересте играл вот это вот все? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Давай сюда. Учи. Вдыхаешь в себя. В себя. Вот, вот, вот. Вот, вот, возьми. Вот, 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 вот это точно получится. В общем, да, у меня гитара больше нравится, ребят. А теперь серьезно. Значит, я напомню, перед вами этнические музыканты. И все их странные инструменты в диковинку не только для меня, но и для местных. Вот как, понимаете? Слово за слово родилась мысль, что лучше выступить там, где точно знают, о чем мы поем и на чем мы играем. Короче, план такой. Со всем этим богатством. Тумр, шувр, шун, шушпык. И не только. Мы будем петь не на городских улицах, а в сельском клубе. Там, знаете ли, не просто прохожие. Там настоящие знатоки морейской культуры. И уж они-то нам точно сложать не дадут. В общем, держим курс на морейскую деревню. Попробуем удивить искушенных ценителей. Ну, вы поняли, друзья, это просто бомбическая идея, я считаю, исполнить песню народную. В сельском клубе такого еще в нашем акустическом приключении не было. Завтра будет больше звуков, больше музыки. Звуки всюду, проект Руслан Фаршатов. Как наша группа называется? У-Е. Запомнили? До завтра. Сегодня день был богат на звуки. А на следующий раз осталось вот что. Найти главный музыкальный артефакт марийцев. Послушать, как поют сурки. И уловить повседневные, но такие нетипичные звуки, как молотилки, зеренки, свадебные гуляния. Не знаю, получите ли завтра поужинать, но поймать акустический заряд это точно будет. Ведь проект звуки всюду все еще в Мариэл.